Задумываясь о том, какие новогодние подарки положить под елочку, необходимо учитывать не только пожелания родных и близких, их хобби, увлечения, но и тот факт, что новый 2014 год является годом синей деревянной лошади. Восточные предания гласят, что если подарок содержит изображение символа года, то он, несомненно, принесет в новом году удачу и везение его получателю. А потому самыми распространенными подарками в 2014 году будут фигурки-сувениры в виде лошади, картины, статуэтки, панно, одежды, игрушки, брелки с изображением данного животного. Для дома или офиса можно подарить картину с изображением лошади, а чтобы зарядить энергией самого получателя подарка – брелок или украшение. Лошади любят большие расстояния, а потому путевку на новогодние каникулы в теплые страны или горнолыжный курорт также может оказаться как нельзя кстати. Для женщин в подарок будут уместны ювелирные украшения, с символизирующими знак лошади, камнями, ониксами и ляковомаринами, а также любая деревянная бижутерия. Самым близким людям можно подарить золотые кулоны в форме подковы или лошадки. К выбору подарка мужчине на Новый год 2014 лучше подойти творчески. Оригинальным выбором могут стать такие ковбойские атрибуты, как ремни, шляпы и джинсы. В качестве семейного презента подойдут сувенирные упряжи, подковы или сбруи для украшения интерьера. Дети любят много подарков вместо одного большого. Подарки всегда должны быть сюрпризами, а потому не надо напрямую спрашивать заранее у ребенка, что ему подарить. Можно предложить ребенку написать письмо Деду Морозу, а потом просто прочитать его. Если приготовлено несколько подарков, то не надо дарить все сразу, а лучше растянуть детское удовольствие. В год лошади уместны будут плюшевые и деревянные лошадки. Не стоит делать детям слишком дорогие подарки. Нельзя забывать, что Новый год – это праздник волшебства, и в первую очередь для детей. А потому не стоит дарить ребенку на Новый год практичные подарки, вроде зубной щетки или зимних варежек. Для таких подарков есть другие праздники. Практичным людям на Новый год подойдут практичные подарки. Бытовая техника, одежда, предметы, создающие уют и комфорт. Людям романтического склада желательно выбрать что-то милое, оригинальное. Украшения, необычные сувенирные вещички, большие мягкие игрушки, красивую чайную пару. Человеку с золотыми руками никогда не помешает качественный инструмент. Бизнесмену – новая записная книжка в кожаном переплете или дорогая перевая ручка. Меломану – диск с песнями любимого исполнителя. Если у кого-то из членов семьи есть хобби, это просто замечательно, потому что можно легко найти подходящий подарок. Особо хочется отметить конников, для кого лошадь – не просто хобби, а часть жизни. Им можно подарить какую-либо конную принадлежность, ведь следующий год они проведут с символом года и вашим подарком. Обеспеченным людям выбрать подарок всегда очень сложно, потому что все, что нужно, у них наверняка уже есть. Таким друзьям не принято дарить полезные вещи. Желательно сделать ставку на эмоциональный смысл презента. В качестве подарка нужно преподнести что-то сувенирное, декоративное, оригинальное, но обязательно ценное. Это вовсе не означает, что за подарок придется выложить половину зарплаты. Однако и экономить не стоит. Пусть презент будет небольшим, но очень и очень качественным. Человеку с чувством юмора можно выбрать подарок со значением. Такие люди, как правило, редко обращают внимание на материальную ценность презента, зато всегда на его смысловую нагрузку. Порадуйте юмориста бутылки шампанского с его собственным портретом на этикетке, рулоном туалетной бумаги с крылатыми латинскими выражениями, кактусом необычной формы. Единственное, чего следует избегать – откровенной пошлости, хотя некоторые оценят и ее. Главное при выборе новогоднего подарка – не забывать о том, что Новый год – это праздник волшебства, и только от нас зависит, как сделать такое торжество незабываемым. При этом выбор новогоднего подарка не следует откладывать на последние дни перед Новым годом. Чем раньше человек задумается, что же подарить родным и знакомым, тем больше вероятность подобрать что-то запоминающееся. Но на самом деле подарок, как обычно, это не самое главное. Важны те слова, которые будут сказаны в новогоднюю ночь любимой маме, бабушке. Новый год – самый подходящий праздник для того, чтобы дарить тепло, ласку и заботу. Руслан Иванов, Петр Куприянов. С наступающим! А ты можешь повторить со мной вот это? От топа до копыт, пыль популя видит. Попробуй повторить быстрее. От топа до копыт, пыль популя видит. Ииии, готово!